Привет, друзья! Сегодня у меня долгожданный обзор на новую кофеварку от компании Китфорд модель КТ-742 это новинка у них кофеварка рожкового типа вот такая она маленькая, небольшая, компактная здесь в комплекте два вот таких фильтра ну, собственно, сам рожок насадка для приготовления капучино панорелло темпер для утрамбовки и здесь у нас кнопки переключения можно сделать приготовление кофе на 40 и на 80 мл а также можно удерживать кнопку зажатой столько секунд, сколько вы хотите, чтобы проливался кофе вот эта вот часть поддон съемная можно снять и помыть вот так вот пользуемся мы ей уже месяц и довольны у меня даже большая кружка сюда встает вот эта насадка тоже съемная можно снять, помыть пенка получается отличная сейчас я сниму рожок и покажу вам приготовление кофе вот так вот таким образом снимается рожок вот здесь у нас кофе достаточно плотно утрамбован я его, кстати, не выбрасываю я его использую для приготовления кофейного скраба кофе я заранее намолола и сейчас вот этот вымою и засыплю новый и мы сварим кофе засыпали кофе и теперь мы его с вами очень хорошо утрамбовываем излишки просто стряхиваем еще сейчас буду трамбовывать теперь вставляем рожок и поворачиваем вот так вот до упора на 90 градусов далее включаем кофеварку проверяем, что у нас достаточно воды включаем кофеварку видите, кнопки сграются начинают мигать мы переводим в режим кофейной чашки все, можно ставить чашку я выбираю сейчас повыше подниму, покажу вам я выбираю двойной эспрессо 80 мл и нажимаю на кнопку все 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 так все все замечательный кофе у нас получился сейчас я предлагаю вам приготовить молочную пенку для этого я беру холодное молоко я беру холодное молоко наливаю стакан наливайте немного зависимости того сколько вы нужны пенки и погружают трубку перевожу индикатора в режим пара и включаю молоко начинает нагреваться и у нас получается с вами пенка пенка кстати получается невероятно крутая даже своим купочинетром я не смогла ее такую сделать ну конечно очень многое зависит от молока важно чтобы у белков было не менее трех так вот держим держим главное много не наливайте все по звуковому сигналу вы можете понять что приготовление молочной пенки готовы вот эту часть вы потом можете легко снять она снимается и просто ее промываете и затем надеваете на место так легко снимается промывается эту часть мы тоже промываем и затем просто надеваем ну по-моему великолепно всем желаю вкусного кофе друзья и прекрасного дня окна все и и и и и